Британи Загая забыла кошелек дома и сотрудник Макдональдс, не раздумывая, заплатил за еду ее детей и растроганная девушка написала письмо его матери. Подписывайся в инсту, там много интересного. Девушка забрала детей с футбольной тренировки, в машине они все разнылись, что очень сильно хотят кушать. В итоге они заехали в Макдональдс. Когда девушка подъехала к окну заказа, чтобы забрать и оплатить еду, она поняла, что забыла кошелек. Тогда Британи попросила отменить заказ, а молодой человек глазом не моргнул, достал свой кошелек и оплатил заказ. Позже Британи вернулась и отдала все деньги молодому человеку и еще плюс чаевые. Всю эту ситуацию она описала на фейсбуке. За часы ее прост стал вирусным. В Чикаго клиентка 27 раз ударила охранника магазина за просьбу одеть маску. Подписывайся на мой инстаграм, там много интересного. Две сестры набросились на охранника после того, как он попросил их одеть маски. Одна держала его за волосы, а другая отбила. 21-летняя Джейси Хилл и 18-летняя Джейли Хилл вступили в перепалку с 32-летним охранником после того, как он попросил их продезинфицировать руки и, конечно же, надеть маски. Ситуация в какой-то момент очень сильно накалилась. Одна из девушек толкнула охранника, другая его огрела мусорным баком, а потом еще и появился нож. Девушки сейчас задержаны и им предъявлено обвинение в покушении на убийство, ну а мужчины находятся в критическом состоянии в больнице. Американец посадил загадочные семена из Китая, смотрим, что у него выросло. Житель Арканзаса один из многих получателей посылок с семенами неизвестно от кого. Дэйл Крэншоун посадил семена ради любопытства, чтобы узнать, что из них выросли. Это было еще до того, как Министерство сельского хозяйства запретило всем, кто получил неизвестные семена, что-либо с ними делать. Никто до сих пор не знает, что это за семена. Кто-то говорит, что это мошенническая схема, чтобы потом писать отзывы от лиц тех, кто получил семена. Другие говорят, что это какие-то зараженные семена. Но давайте вернемся к нашему герою. Из семян, которые он посадил, получилось нечто похожее на кабачки. Субтитры создавал DimaTorzok